вот пробочка для слива антифриза с радиатора находится на радиаторе с левой стороны снизу бежит через упор где радиатор через резиновую подушку устанавливается на телевизор откручиваем и сливаем на блоке на блоке я не нашел сливной пробки которая у нас должна быть технологической отверстие для слива антифриза ни сзади ни спереди я ее не увидел поэтому стиваем только с радиатора откручиваем два вот этих болта головка на 12 антифриза слилась где-то 3 литра посмотрим ушло с головы не ушло побежит здесь не побежит на всякий случай снизу поставил тазик болты короткие но каленые аккуратно нет все не сбежало в голове осталось ловим в тазик где-то все-таки пробка должна быть на блоке до выбежала маленечко а получается выбежала быстрее всего вот изгиб здесь вниз в патрубке осталось сейчас термостат снимем посмотрим осталось термостате или не осталось поддеваем термостат газа термостатом тоже что-то маленько журчит чуть-чуть вот такой термостат почему его меняем температура на приборке стала показывать выше но что еще термостат сидит на герметике я не знаю чтобы завода термостат садили на герметик это значит сюда уже лазили и что-то делали его переставляли 87 градусов стоит термостат макгейтсовский будем использовать номер его идет TH00388G1 ну германе или же второй номер 741210283 идет вот такой термостат и идет две прокладки для разных уплотнений одна прокладка наша которая одевается на термостат а вторая кольцо видать просто упорное мы его не используем здесь температура температура на термостате не указано написано USA 48 миллиметров диаметр на температура не указано одеваем резинку и чистим посадочная надел резиночку почистил на головке и почистил на крышке устанавливаем термостат вертикального так вот его аккуратненько заводим в паз все вот она ровно села закрываем аккуратно крышечкой и наживляем оба болта подтягиваем здесь сильно тянуть не надо просто поджимаем крышку чтоб она до упора села без особых усилий все термостат мы установили заводим на место заднюю крышку ремня ГРМ все термостат мы установили заводим на место заднюю крышку ремня ГРМ эту процедуру можно было сделать не снимая крышку но крышку просто снял для интереса и показать что ее можно снять целую не ломая здесь одному неудобно руки не хватает поэтому с помощником я отвожу насос гидроусилителя все крышка сидит на месте так все гидроусилитель тоже опустил берем наживляем болты здесь и наживляем болты снизу устанавливаем на место шестерню ГРМ сидит на штифте затянем ее после того когда поставим ремень берем новый ремешок гейтсовский 5310xs и заводим ремешок через гидроусилитель обводим ремень вокруг гидроусилителя все вот он наш ремень накидываем его здесь и устанавливаем снизу штиф это герметик который с термостата очистил упал сюда берем шестерню ставим и выводим ее по метке я шкивом поверну шкивом поверну вот сейчас видно что метка сходится с меткой вот таким образом она должна стоять устанавливаем здесь ремешок на помпу на шкив здесь нам надо и устанавливаем натяжной ролик натяжной ролик вот этим штифтом становится вот в этот паз и вот вот все как там вот вот и И выдергиваю натяжитель. Здесь превышение натяжения больше на ролике. Неправильно установлена помпа. Когда помпу устанавливали перед этим, кто ремонтировал, он помпу неправильно закрепил. Но сейчас я ее уже трогать не буду. Потому что сейчас шевельни ее и по прокладке может побежать. Помпу мы не меняем. Поэтому остается так. Натяжку выбираю вот эту максимальную. В норме она должна быть. Вот этот зубчик должен быть напротив этого пропила. Это считается нормой. Затягиваем. Ролик. Ну и сейчас мы, наверное, перед тем, как затянуть гидроусилитель, мы установим верхнюю крышку наружную. Так, ну все. Здесь видно. У нас метка. И здесь видно у нас метка. Затягиваем шкив распредвала. Также вот этой приспособой, которую сварил, держим шкив, оболт затягиваем. Берем крышку, устанавливаем. Гидроусилитель у нас пока не прикручен, поэтому крышка должна встать легко. Наживляем и затягиваем вот этих четыре болтика. А теперь наживляем насос гидроусилителя. Затягиваем его. Ставим шкив. Затягиваем его. Как наживил. Сразу сбросим ремень вниз. Теперь поднимаем автомобиль и собираем снизу. Здесь у нас все натянуто, затянуто. Одеваем вот эту крышечку. Добавляем снизу. 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 Устанавливаем на место шлиф. Добавляем снизу. Добавляем снизу. Сразу лемень наденем. Добавляем снизу. Смотрите продолжение в следующей серии. Так и закручиваем. Одеваем головку и сзади отвертки фиксируем маховик. Вот здесь вот хорошо видно наглядно. Вот я его зафиксировал. Все, маховик мы, то есть шкив мы закрутили, ремень мы натянем сверху. Здесь мы берем, устанавливаем ремень кондиционера. Смотрите продолжение в следующей серии. Так, все, ремешок мы установили. Ставим в защиту. Натягиваем генератор. Смотрите продолжение в следующей серии. И затягиваем болты на шкиве гидроусилителя. Потому что перед этим я их только наживил. Устанавливаем корпус воздушного фильтра. Смотрите продолжение в следующей серии. Надеваем разъем на датчик. Наживляем болты. Смотрите продолжение в следующей серии. Закручиваем хомут. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Заливаем антифриз. Заливаем антифриз и пробуем заводить. все проверяем. Все проверяем. Ремень. Один стоит, второй стоит. Здесь мы все поставили закрепили. Снизу мы все сделали. Антифриз мы залили. Заводим. Тискнул ремень генератора. Сейчас еще надо будет его подтянуть. Ремень генератора. Ремень генератора маленько подтянул. Все у нас работает. Все замечательно. Теперь прогреваем. Проверяем как у нас работает термостат. На этом все. Замену термостата мы произвели. Ну и попутно поменяли ремешок ГРМ. И показал, что можно не ломая, не разбирая, снять вот эту крышку заднюю. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok